Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на девятой кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом. Каждая семья. Так, сейчас прямо, потом налево. Отвлекаешься за рулем. Вот, посмотрите. Вот сюда. Считай, что тебя нет. Переключи внимание на дорогу. 2021 год Еврейской автономной области объявлен Годом Здоровья. А это значит, что у волонтеров-медиков Биробиджанского медицинского колледжа очень много работы. Мы всегда занимаемся популяризацией здорового образа жизни. Работаем с различными возрастными категориями. Работаем в медицинских учреждениях и помогаем медицинскому персоналу. Также наши ребята информируют население о предстоящей вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Так как здоровье каждого жителя области – это также наша ответственность. Смотрите выпуски. Из муниципального предприятия в областное вопрос о смене собственника МУП ГТС рассмотрели на заседании постоянных комиссий Городской думы. Вопросы о здравоохранении и развитии региона с рабочим визитом облучинский район посетил депутат Государственной думы Александр Петров. Более 39 тысяч гектаров земли планируют засеять Ленинский район в 2021 году. Техника готова на 95%. Вопросы о передаче муниципального предприятия «Городские тепловые сети» в областную собственность рассмотрели на заседании постоянных комиссий Городской думы. По мнению зампреда правительства ЕО Валерия Самкова, эта мера позволит сохранить предприятие и полноценно обеспечить население коммунальными услугами. В целях модернизации системы ЖКХ в регионе создано акционерное общество для привлечения инвесторов. Создавая инновационное оборудование, технологические линии, оно будет балансодержателем, а впоследствии передавать в аренду государственному предприятию. ГТС это будет называться, либо тепловые сети, как в этом распоряжении звучит. Для поддержки коммунального хозяйства из областного бюджета выделено 343 миллиона рублей. Сейчас идёт работа по привлечению 417 миллионов из федеральной казны. Но вкладывать такую сумму в разные предприятия нецелесообразно, отметили представители правительства. Поэтому в дальнейшем региональными властями планируется объединение ГТС с облэнергоремонтом. Идею слияния поддержал и руководитель муниципального предприятия. По словам Андроника Авдоляна, это позволит испытывающему финансовые трудности предприятию получить поддержку и сохранить рабочие места. Сегодня облэнергоремонт плюс является ресурсоснабжающей организацией в Облуче, в Алгеме. Это же не говорит о том, что мы там ничего не делаем. Мы там всё делаем. И точно так же будет вот это объединённое предприятие осуществлять свои полномочия на территории города. Единственное, увеличивается объём помощи, предоставляемой этому коллективу, этому предприятию. Из-за муниципальных долгов у городского бюджета нет возможности полноценно поддерживать систему ЖКХ. Бесперебойная работа коммунальных предприятий идёт за счёт федеральных и областных средств. Моё мнение в этой части передавать нужно, потому что мы не можем допустить того, чтобы ситуация с изношенностью нашей коммунальной инфраструктуры продолжалась в такой динамике, в отрицательной. Чтобы мы не вкладывали, ну опять же не было этого, недофинансирование происходило, возможность привлечения серьёзных инвесторов, чем сегодня область и занимается. Окончательно судьбу предприятия депутаты определят уже на этой неделе. Большинством голосов члены комиссии поддержали внесение вопроса в повестку очередного заседания городской думы. Алена Шот, Богдан Патрин, Новости 21. Депутат Государственной думы Александр Петров с рабочим визитом посетил Облучинский район. Кроме районного центра депутат направился в ближайшее от Облуча посёлок Хинганск. Здесь прошла встреча с местными жителями в средней общеобразовательной школе номер 4. Прежде чем приступить к общению с гражданами, для депутата провели экскурсию в школьном музее. Музей небольшой, но с ценными для истории посёлка экспонатами. Основной темой для обсуждения вопросов стала судьба местной жительницы Анжелики. Девушка больна серьёзным онкологическим заболеванием. После обращения к депутату вопрос о лечении был решён. Александр Петров лично отправил Анжелику на лечение в столицу. В маленьком посёлке Облучинского района местные жители, можно сказать, родные друг другу. И каждая беда, случившаяся в посёлке, воспринимается как личная. Александр Петрович не отказал и очень воспринял эту ситуацию. Таким образом состоялось наше знакомство. И он её так воспринял, что включился в эту помощь девочке. И на сегодняшний день за этот период времени сделано очень многое. Очень бы хотелось, чтобы такой человек работал в нашей еврейской автономной области, помогал. Потому что вот за столь короткий период времени он буквально сегодня показал свою компетентность в очень многих вопросах. В ходе встречи граждане смогли задать интересующие их вопросы. По ключевым проблемам предстоит провести большую работу. Вопросы рабочие. Конечно, людей волнует прежде всего оплата труда. Вопрос развития Хинганска. Потому что без этого он не будет жить. Нужно производство. И также, конечно, вопросы их здоровья. На вопросы мы ответили. Часть вопросов мы записали. Потому что есть по коммунальным услугам, по льготам, по здравоохранению те же самые вопросы. Их было много. Я сейчас даже все не запомню. Самое главное сейчас их систематизировать и найти эти решения. Кроме встречи в Хинганске, депутат также посетил город Облуче. Здесь прошли рабочие встречи в Облучинской ЦРБ, в Центральной библиотеке и в Центре управления станции Облуче. Юлия Долгополова, Денис Листюхин. Новости 21. Более 39 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель планируют засеять в 2021 году в Ленинском районе Еврейской автономной области. Причем только под сою выделят почти 37,5 тысяч гектаров. Остальные площади отведут под зерновые, в том числе рис. Уровень готовности техники оценивается на 95%. С горючим у нас тоже проблем нет. На сегодняшний день 775 тонн уже есть у сельхозтоваропроизводителей. Остальное ГСМ будет подвезено, как говорится, с колес. Договора подписаны, подготовлены. Общая площадь посевных земель на этот год составляет лишь половину от площадей 2018 года, когда на полях района работали иностранные граждане. Большая часть рабочей силы. Если брать по 2018 году, у нас было в плане посевных площадей 80 тысяч гектар. В этом году мы, как я уже говорил, посеем 39 тысяч, значит, не сможем обработать 41 тысячу гектар. Такое резкое сокращение площади посевных в первую очередь связано с закрытием границ с Китайской Народной Республикой из-за пандемии коронавируса. Именно оттуда приезжало наибольшее количество иностранных работников. Андрей Кирюшин, Павел Славин, Новости 21. Смотрите далее. Желаем водителям безопасной дороги. С наступающим Днем Победы поздравили сотрудники ГИБДД автомобилистов в Бербиджане. С них началась история области. День приезда первых переселенцев отмечается в ЯО 28 апреля. Вся красота и польза Камчатки в «Омега-3» из настоящего дикого лосося от Тымлотского рыбокомбината. Каждому нужен хороший диван, чтоб нравился ей и нравился вам. Роскошная спальня тоже нужна. Без большого стола совсем никуда. К переезду в ваш дом наша мебель готова. Приходите за ней к нам снова и снова. Мебельный салон «Татьяна», «Пионерская 52». Что подарить близкому, если он плохо слышит? Хороший слух – лучший подарок. Запишитесь на бесплатную консультацию к специалистам по телефону 730. Компания «Новострой» – это своевременный ремонт, чистые подъезды и дворы, грамотные специалисты, любые отделочные работы по современным технологиям. Сделай свою жизнь комфортнее с компанией «Новострой». За подробностями звони 24610. Нужна прихожая? Магазин «Купи для дома» на Пионерской 66. Срочно нужны деньги? Мы поможем. Оформи заявку на сайте центрофинанс.ру. Телефон 8 800 777 37 37. Собирать шкаф с помощью отвертки или пойти в стройку. Взять мощные электроинструменты. Сэкономить время и деньги. За считанные минуты прикрутить полку, собрать мебель. И с легкостью, наконец-то, закончить ремонт. Магазин «Стройка». Выбор за тобой. Нужна спальня? Магазин «Купи для дома» на Пионерской 66. Новый магазин «Комфорт» на Арбате. Товары для дома, детские игрушки и аксессуары по отличным ценам. И в честь открытия скидка на все 30%. Еще выгоднее и еще удобнее. «Комфорт» Шалом Алейхима 8. Урожай круглый год. Заказывайте теплицы на Школьной 11. Крепкие, надежные, проверенные временем и непогодой. Любых размеров. Звони и заказывай. 222-89 и 8-914-815-96-78. 10 мая. Легенды Приморского рока. Группа «Забрийский поинт» и Михаил Коган. Ледзепелин, Депелтол, Пенслойд и многое другое. Настоящий рок-вокал. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к 76-летию победы в Великой Отечественной войне, стартовала в ЕАО. К мероприятию присоединились сотрудники ГИБДД. Сотрудники полиции автономии ежегодно к ней присоединяются, уручают автомобилистам ленточки, не только автомобилистам. Уручают как символ памяти ко дню Великой Победы, чтобы никто не забывал, все помнили. Совместно с сотрудниками госавтоинспекции в акции приняли участие волонтеры Победы, которые рассказывали водителям, как правильно носить ленточку и что она означает. Автолюбители с энтузиазмом присоединились к мероприятию, понимая его важность. Они с благодарностью принимали георгиевские ленты в знак почтения героям Великой Отечественной войны. Это дань памяти людям, которые отдали свои жизни для защиты нашей Родины. Конечно, надо посчитать, так сказать, старые прошлые времена. Это как отдать дань памяти людям, которые сразились, чтобы мы сейчас в мире и добре жили. Организаторы акции не только поздравили водителей с наступающим праздником, но и напомнили о необходимости соблюдений правил дорожного движения, а также о запрете управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Анастасия Цупа, Кирилл Богаченко, Новости 21. 28 апреля – это памятная дата для ЕАО. В этот день, в 1928 году, приехали первые еврейские переселенцы на станцию Тихонькое. Среди них были не только евреи Советского Союза. Станция – это только ворота, куда они приехали. Вышли вечером переселенцы, 630 человек, они увидели здесь большой пустырь вместо привокзальной площади и стоят солдатские палатки. Переночевали, наутро поели кашу с чаем, попили, а потом и сказали – вот подводы, садитесь, поехали. Куда? В Биробиджан строить. Изначально переселенцы отправились на Бирское поле. Сегодня там находится Бирофельд. Здесь должна была расположиться столица ЕАО. Из-за большого расстояния и трудной дороги переселенцы задержались на станции Тихонькое. Так она стала поселком, а позже, в 1937 году, городом Биробиджан. Чтобы сохранить память об этом событии, его увековечили монументом на привокзальной площади. Скульптура посвящена первым переселенцам. Когда его установили, люди стали гадать, что бы это значило. Были разные предложения. А может быть, это произведение Шола Малэхэма, Теви Молочник. Вот когда вы смотрите на скульптуру Шола Малэхэма, памятник, там на фасаде его герои изображены, вы там увидите лошадь, телегу. Теви Молочник. Разные идеи были. Приходилось им объяснять, что это памятник первостроителям нашего города, нашей области. Напомним, памятник был установлен в 2004 году. Скульптура выполнена в Китае по проекту биробичанского художника Владислава Цапа. Анастасия Цупа, Денис Листюхин, Новости 21. Чтобы все были дома. Социальный проект о детях, которые по вине безответственных взрослых оказались в детском доме. Проект для тех, кому не безразлична судьба ребят, лишенных родительской заботы. Чтобы все были дома. Генеральный спонсор проекта ООО «Транснефть Дальний Восток». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Генеральный спонсор проекта ООО «Транснефть Дальний Восток». Якимов Константин Григорьевич родился 20 апреля 1924 года в селе Биджан, еврейской автономной области. Затем его семья переехала в село Кукелево. Закончил три класса школы. Помогал взрослым трудиться на полях, в лесу. В 1941 году призвали в армию и был отправлен на фронт. Воевал под Смоленском. В 1942 году получил ранение в руку. Лежал в госпитале. 8 апреля всегда выезжают старики, уже на посевну. А селить-ка, мешок через плечо, один, второй и по порядку. А нас пацанов посадят на лошадь, барана, и его забаранивают. И что, какое зерно выращивали. В 1942 забрали. Три раза забирали. Как раз уборочную заберут. Ленинску довезут. Приседатель просит. Там колхозов и этот, ну. И что, приседатель, совета просят. Уборка встала. Будем нас обратно. Ну, вот и попал. Хабаровск, потом Владивосток. Со Владивостока на пароход. Ольга Бухта. Там эта бухта была, там лежаки были для горючего. Понял. Боржа приходит, там разгружается, выкачивают эти бочки большие. Вот. А бочек уже нальют. Бочки 200 литров. И просеки были в слопку. И на шахтарах вывозить туда с тележкой. Нагрузят вот. И туда провозишь. Оттуда правее просеки сделаны. И эти положены лежаки. И оттуда вот вниз скатывают. Ну, не совсем туда, а это. Закрывались, как это, в тыл завозили. В мирное время Константин Григорьевич Якимов служил на флоте. Много лет отработал в Ленинском районе, в лесхозе, затем в совхозе. Пахал, съел, косил сено. В начале 70-х годов с семьей переехал в Биробиджан. За свои боевые подвиги был награжден медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Медалью Жукова. Мы помним, мы уважаем, мы чтим героев нашего времени. Медалью Жукова. Медалью Жукова.